В течение двух недель читатели сайта 46ТВ пытались задать вопрос ректору ЮЗГУ. Пришло время отвечать на вопросы. Вы готовы? Конечно. Вы ознакомились с вопросами? Да, безусловно. Я внимательно следил за поступающими вопросами на сайте 46ТВ. Мне они понравились. Были ли вопросы, которые вас удивили? Были ссылки на ряд вопросов, которые мне не хотелось сегодня отвечать, потому что когда люди в некорректной форме ставят вопрос, то не надо опускаться до того уровня, чтобы им в некорректной форме отвечать. Поэтому один из вопросов, который там есть, я сегодня пущу, но постараюсь в письменной форме на сайте разместить ответ. Хорошо. А те вопросы, которые вас удивили, ну, такие карректные вопросы, неожиданные, может быть, для вас? Да, ну, я рад в том, что ребята небезразличны вообще жизни в университете. И, безусловно, наверное, когда у человека все хорошо, да, он мало пишет об этом, ему просто хорошо. А некоторые, может быть, моменты, которые полезны и для ректора узнать, они отражены, на которые, в общем-то, наверное, сегодня ребята получат и ответ, как ректоры. Ну, тогда начнем. Первый вопрос пришел очень издалека. Вот вернусь опять. Было ли это для вас удивительно? Ну, наверное, это самое большое удивление в этих вопросах. Если профессор из Палестины, наш выпускник, следит за сайтом 46ТВ, то, во-первых, 46ТВ имеет уже статус международного телевидения. Ну, и, конечно, приятно услышать. Когда он учился, Мухаммед, я был еще проректором по научной работе и международным связям. Как раз я его учил, выпускал, наставлял на жизнь. Я не могу сказать, что это был самый замечательный ученик, но, как и все студенты, и хулиганисты, но и грамотные, которые старались получить знания у нас в университете. Поэтому то, что он следит и написал такие добрые слова университета, это высокая степень оценки. Когда уже профессора других вузов, наши выпускники оценивают наш вуз, уже пройдя столько лет, с такой точки зрения очень высокой, и передают привет мне как ректору, уже зная, что я ректор, наверное, это очень большая степень оценки нашего труда. Понятно. Хорошо, от выпускников прошлого к абитуриентам будущего или к студентам будущего. Вопрос просит читатель обратить ваше внимание на систему тестирования. Для многих это все еще новинку, тестирование. Кому-то бы хотелось просто сдавать экзамены. Ваше мнение на это? Ну, может быть, я даже отвечу на ряд вопросов, которые будут дальше. Откуда появилась система тестирования? Ведь в вузах Российской Федерации не так-то, в общем-то, можно единицы вузов назвать, которые в качестве аттестации знаний ввели систему тестирования. Я могу сказать, что вот буквально у нас сегодня уезжает аккредитационная комиссия по ряду специальностей, которая очень высоко оценила, что аттестация знаний идет через систему тестов. И даже просили нас передать им наши тесты для того, чтобы внедрять у себя в университетах. Я понимаю, что мы первый вуз в регионе, который это внедрил. Первая задача мне была создать, разделить два бизнес-процесса. Это процесс обучения и аттестации знаний. Во-первых, этот процесс очень хорош тем, что мы можем аттестовывать не только знания студента, мы можем видеть, как преподаватель преподает свою дисциплину. Дает ли он грамотный подход к дисциплине, чтобы ребята в перспективе могли выйти и сдать тесты. Второе. Мы отделяем, почему-то два бизнес-процесса разделены. Мы отделяем и прекращаем коррупционную составляющую в университете. Кому скрывать-то нечего. Все знают, что наши университеты очень жестко подходят к системе коррупции. Вместе с правоохранительными органами Управления по борьбе с экономическим преступлением мы жестко выкорчевываем весь этот процесс из своего университета. Да, передают ряд телевидений, что у нас коррупционная составляющая, но мы не скрываем ее, мы объективно боремся с ней. И этот факт мы не замалчиваем и показываем всем, что в нашем ВУЗе таких людей не будут. И поверьте, при этом внедрении часть педагогов у нас уволилась, потому что они лишились дополнительного заработка. То есть происходит самоочищение своего организма. То, что есть еще ряд накладок, таких как очередь для получения логин и пароля. Безусловно, ведь мы идем первый раз в этой системе, работаем. Мы не знаем всех тонкостей, нюансов, к чему приводит. Безусловно, уже следующий наш читатель, кто просматривал СРШС-ТВ, обратил наш студент, обратил внимание на то, что есть очереди, которые, безусловно, мы это пожелание учтем, мы это пожелание уже к следующей сессии устраним. Мы ведем чуть больше точек доступа для получения логин и пароля на экзаменах и будет свободным. Но я всегда собираю обратную связь. Я интересуюсь у ребят, заочников, в том числе, потому что сейчас пока-то у заочной формы внедрено, нравится ли им это тестирование. Я получаю только положительный отзыв. Вот я еще не встретил, чтобы кто-то пришел и сказал, и я поговорил. Что значит, это во вред. Были попытки некоторых преподавателей, говорят, что это вредит и все прочее. Хороший преподаватель моментально написали тесты и выдали на гора. Преподатель, который занимался не очень хорошими, начали сопротивляться решению ректора внедрения тестов. Поэтому это был очень-то жесткий приказ ректора. Я потребовал жесткого, в общем, жесткого исполнения приказа этого. Тесты были подготовлены. Я не могу сказать, что они совершенные, в идеале на 100% совершенные, но все-таки это первая попытка нашего вуза. Мы поддержали, в том числе, получили поддержку у руководителя Росубнадзора. Он даже рекомендовал этот опыт расширить на всю Россию и принимать, и разделить эти два бизнес-процесса. Удобство заключается в том, что студент может прийти в любое время, получить логин и пароль и сдать любой экзамен в любой день. Ему не нужно бегать преподавателя искать на кафедре, ему не нужно договариваться с ним ни о чем. Он приходит, прибыль, берет логин и пароль, идет сдавать любой экзамен или зачет. Но обальная рейтингов система, которая, чтобы не была в наминку, наша студентка будет внедрена, она позволит ребятам вообще, в общем-то, наверное, в автоматическом режиме, если они будут посещать, сдавать контрольные точки, получать оценку три автоматом. И если она удовлетворяет, они могут быть свободны. Но если они хотят высшую оценку, то, конечно, придется сдавать тесты. Поэтому, ну, огромное спасибо нашему студенту, который, в общем-то, Азалия, по-моему, зовут, так написано, это у меня специально распечатался, Азалия, что она обратила на это внимание. Безусловно, мы в следующей сессии это все устраним. Ну, продолжим систему, продолжим говорить об экзаменах, А вот что ждет нового на экзаменах вступительных в ВУЗ? Вот, например, сочинения. Каким образом будет оцениваться, ну, в общем-то, в техническом ВУЗе? В университете, не в техническом. В техническом университете. Но все равно есть такой... Среди курьеров все понимают, что это главный технический ВУЗ. Это ВУЗ, в котором дают хорошее знание в области инженерных наук. Будем так говорить. Да, и то, что надо отвыкнуть от понимания, мы университет. Нет понятия статуса классического, еще нигде не прописано, что такое классический университет. Есть просто университет, да? И университет, где у нас составляющая инженерных специальностей, естественно-научно-гуманитарных и экономических специальностей 50 на 50, что позволяет нам очень хорошо готовить специалистов. Поэтому, когда говорят технически, мы университет, который имеет инженерную подготовку. Поэтому в свое время губернатор Александр Николаевич в общем-то и походотайствовал перед министерством о переименовании нас в Юго-Западный госуниверситет. Он это делал, в общем-то, я думаю, осмысленно. И я как ректор представлял ему доказательства, и Александр Николаевич их проверял, смотрел и поддержал мнение коллектива университета о переименовании перехода с Курского гостехнического в Юго-Западный государственный университет, где собрана лучшая подготовка юридического профиля в Центральном федеральном округе. Это 27 докторов юрнаук преподает. Это наличие докторского совета. Это лучшая подготовка по экономистам. 26 докторов экономических наук преподают у нас в университете. Лучше, нигде больше в ЦИФО, такого количества высшего уровня научных работников, педагогов, профессоров нет. Не считаем Москвы. Москву берем за скобки. Вот поэтому... А что ждет абитуриентов? Самое главное... Да, про сочинение. Ряд вузов в Российской Федерации, когда им дали разрешение это сделать, они сделали дополнительную оценку определенных достижений и сочинений. Мы тоже обсудили это на ученом совете университета и приняли решение, что, например, само сочинение мы можем оценить в баллах. От нуля до десяти баллов. В зависимости от наличия орфографических, грамматических оценок, ошибок. В зависимости от самой стилистики написания, более корректного изложения своих мыслей. Ну и наблюдая за сайтом виртуальной приемной комиссии, будем говорить так, что мы единственный вуз, который в онлайн-режиме показывает фамилию абитуриентов. Если вы подали, через 15 секунд вы находитесь уже в виртуальной приемной комиссии, в списке, куда вы желаете поступить, в том рейтинге, куда вы желаете поступить. Поэтому от нуля до десяти оценивается сочинение. Ну, наверное, забегая вперед, хочу сказать, что и иные достижения наших абитуриентов тоже будут учитываться от нуля до десяти баллов. Многие ребята занимаются спортом, многие ребята занимаются творчеством, наукой занимаются. Есть определенные достижения в разных вот этих сферах, награды, дипломы. И мы каждый диплом оцифровываем и даем определенное количество баллов за него. То есть ребенок может набрать до десяти баллов, имея активную жизненную позицию. Не занимаясь не только в школе, занимаясь еще дополнительно, ну, как я и сказал, творчеством, спортом, наукой. Что, в общем-то, развитое у нас в университете сервис студентов. Поэтому мы хотим, чтобы к нам поступали гармоничные, развитые люди, занимающиеся, интересующиеся чем-то, не только учебой. Хорошо. Приемная комиссия уже во все время работает. Тогда ваши последние советы абитуриентов? Самый главный совет абитуриентов – понимать, что в этом году система зачисления изменилась. что 5 августа мы зачислим на 80% бюджетных мест всех абитуриентов с оригиналом, чтобы те ребята, которые с высокими баллами находятся, не держали за пазухой оригиналы документов, а принесли к нам в университет. Говорю, как ректор, не хочу с другими возговорить. Принесли к нам в университет и положили оригиналы. И 5 августа они будут зачислены. Иначе статистика покажет в этом году, что ребята с высокими баллами окажутся не на бюджете, а окажутся на вне бюджета. Вот это метание, которым позволялось до того, как, оно закончилось. Поэтому вот эти 20%, которые останутся на 10 августа зачисления, не все могут в высокобальщики попасть. Единицы попадут на это. Поэтому и совет ребятам, ребятам, родителям, абитуриентам, что нужно определиться. Определиться с университетом и подавать туда оригиналы. Я предлагаю к нам подавать. Мы готовим качественных специалистов. Это подтверждает независимые рейтинги, таких как Эксперт РА, которых нельзя заподозрить ни в каких там... Это показывает мониторинг в университетах. Мы выполнили 7 показателей из 7 в мониторинге университетов. А их, у нас таких вузов по Центральному федеральному округу, ну, наверное, штук 40, которые 7 из 7 показателей выполнили. Это показывает, в общем-то, качество образования, которое мы вот в Эксперт РА занимаем. В общем позиции мы занимаем 92-ю позицию, хотя занимали в прошлом году 97-ю, на 5 позиций поднялись вверх. Но по качеству образования мы стоим на 70-е позиции среди вузов РФ. Это очень достойное. По науке на 60-е позиции. Поэтому очень достойный показатель, который есть у нас. Везде в последний год, когда говорит Союз Гугл, упоминается о том, что вуз входит в топ-100. Ну, кроме красивого названия, что это дает студентам, что это может дать абитуриентам? Ну, первое, во-первых, это... Я еще уточню вопрос. Это наши читатели вас спрашивают. А возможно ли, находясь в топе 100, закончив вуз, продолжить, или перевестись в какой-то зарубежный вуз? Ну, так сказать, международный выход есть у этого топ-100? Ну, во-первых, диплом нашего университета признан в Европе и во всем мире. Второе, мы один из восьми университетов России, которые выдают на самом деле приложения и дипломы европейского образца. Все это заказывается в Европе, нам присылаются, потому что мы стоим в категории тех вузов, в которых дипломы признаются. В-третьих, мы стараемся, чтобы ребята получали образование бакалаврское у нас, безусловно, 4 года. А вот магистратуру мы ребятам очень многим предлагаем совместить магистрскую подготовку у нас и магистрскую подготовку за рубежом. Это и Германия, это и Италия, и Австрия, ну, в общем-то, наверное, половина стран Европы, в которой мы с вузами сотрудничаем. Это и ведущие вузы Китая, в которой мы, опять же, сотрудничаем. Ну, с Востоком мы меньше, как бы, работаем. Все-таки больше с европейскими университетами. Поэтому я даже приветствую. Но одно условие, которое для ребят я прошу с первого курса, займитесь иностранным языком. У нас на сегодняшний день 23 места, финансируемые Евросоюзом, для получения образования в европейских университетах, ну, в вузах Германии, в частности, будем так говорить. Да? С прекрасной стипендии, 1800 стипендий евро в месяц. С проживанием в замечательном общежитии. Обучение параллельно у нас. Можно жить в Германии, параллельно обучаясь у нас, как это произвели наши девочки, недавно вернувшиеся с Лейпцига. Обучаясь там в магистратуре по строительству, они закончили магистрскую подготовку и у нас. Имеют два диплома. И немецкого университета, и российского, нашего юго-западного университета. Я приверженец этого. Я стараюсь, чтобы наши ребята проходили практику за рубежом, стажировки за рубежом. У нас только в этом году ребята едут на практику, не говорю, что за рубеж, а едут в министерство образования на практику. Они едут в министерство иностранных дел. Нам открывают вузы Валенсии, стажировки по испанскому языку уезжают туда. Немецкие студенты, болгарские студенты, которые приедут этим летом к нам, а мы поедем туда бесплатно на стажировку. Это делегация, которая приезжала из Германии, увидев наших студентов-международников, она сразу предложила. Семь человек наших студентов ездят на практику в Германию и будут проходить в крупнейших компаниях. И в муниципалитетах Германии будут работать на практике, в немецких муниципалитетах. Поэтому я большой приверженец всего этого, потому что знаний лишними, с моей точки зрения, не бывает. Я поддерживаю как раз то, что нам, может быть, не хватало в советское время, вот этого обмена информацией, в том числе и с зарубежными коллегами. Я хочу, чтобы ребята, которые обучаются сейчас, как ректор, того, что мне доставало тогда, чтобы реализовать свои идеи в них. И в этом огромное преимущество нашего университета. Понятно. Вы автоматически подвели к следующему вопросу. Он сформулировал на страницах сайта «Странно». Ректор – вы в душе человек. Давно ли вы себя чувствуете ректором? Стали ректором? Понятно. Есть конкретная фраза. Думали ли вы когда-нибудь, что станете ректором вуза, в котором когда-то обучались? И как можно совместить в голове такие разносторонние знания и умения? Ну, первое, я хочу сказать, что... Сначала скажите «человек». Нет, конечно, я человек, в первую очередь. Я скажу так открыто, что для меня дверь не закрыта ни для кого для студентов. И я знаю, что иногда студенты никуда не идут, идут к ректору, даже просят продление сессии. Деканат ему запрещают, они идут к доброму ректору, и я им подписываю еще на месяц продление сессии. Ну, а декан уже не может спорить с подписью ректора и продлевает. Хотя, наверное, ворчит декан, что опять ректор продлил. Поэтому, наверное, в первой душе человек в этой жизни не все просто давалось мне как ректору. И, может быть, я отчасти балую ребят и своих сотрудников, идя им на многие-многие уступки, снимая с них массу проблем, создавая такое огромное количество диссоветов, когда в нашем ВУЗе в конце 80-х еще не было ни одного диссовета, да и асперантура не было в нашем университете. Поэтому нет, безусловно, мне хочется ребят немножечко отоградить от тех сложностей, с которой, например, по жизни воспитал я. Это первое. Второе, думал ли я, когда-то стать ректором? Откровенно говоря, нет. И когда поступал, я знал, что у меня мама и папа работают на предприятии, что я уйду на работу туда, закончил Курский политехнический институт в то время. Поэтому, ну, когда удалось поступить в асперантуру, ну, опять же, я не задумывался, я хотел стать просто доцентом. Потом, пройдя 10 лет, когда я защитил кандидатскую диссертацию, пройдя 10 лет в докторскую диссертацию, я, ну, как бы, стал профессором. Ну, а потом, когда предложили стать проректором по науке, я, честно, работал на этой должности и занимался наукой, международкой, издательской информатизацией, университетом и все прочее. Потом, когда Федеральный агентство по образованию меня назначило исполняющим обязанности ректора, только тогда я понял, что на мне легла огромная ответственность. Ведь кресло ректора – это не место для надувания щек и считать себя великим. Кресло ректора – это огромная ответственность за вот этих 11 тысяч ребят, которых ты обучаешь, и почти 2000 сотрудников, которые каждый день, у которых семьи хотят есть, хотят пить, и ты за них отвечаешь и несешь ответственность за эту огромную махину. Это огромная моральная тяжесть. Плохо тот руководитель, который не понимает этой тяжести. И он закрыт от своих людей, от своих студентов, там закрыт. К нему нет доступа. Я это воспринимаю как огромный труд, который ты должен сделать, который ты должен сделать лидером, свой вуз, который ты возглавляешь. Это, в общем-то, наверное, любое руководитель должен сделать свое предприятие лидером. Тогда, в общем-то, на мой взгляд, в России наступит процветание, всеобщее процветание. Хорошо. А приносит ли это вам удовлетворение? Когда есть положительный результат, конечно, приносит удовлетворение. Когда что-то не получается, конечно, это озабоченность. За то время, пока я ректор, у меня уже не посидели виски. Это приносит беспокойство, расстройство, бессонные ночи, передвижение по России, где-то переговоры какие-то, договоренности, пробитие для университета каких-то дополнительных финансов. Это очень важно для университета. Вот последний объект, тот же, например, бассейн. Благодаря помощи нашего губернатора и Николая Ивановича Булая мы сумели достойно, во-первых, построить, второе, не уменьшить социальные блага у нас в университете, который существует. Потому что, как правило, ректора, которые начинают строить бассейн, все социальные блага убирали. Поэтому, конечно, когда что-то получается в жизни, это большое удовлетворение приносит. Это радость, у тебя еще желание больше делать. Ну, а когда какие-то неудачи постигают, то так-то иногда хочется крылья сложить. Ну, я же человек, я вначале сказал. И все человеческое мне не чуждо. Так, подскажите, как можно проследить назначение стипеней по постанованию 945? Это большие стипендии, которые мы 10% нашим студентам назначаем. Это до 9 тысяч рублей, в зависимости от курса, а не Ростова. Но для этого создана комиссия на каждом факультете, стоящая из ведущих педагогов, и в том числе студенческого актива, который принимает решение. Ректор подписывает только решение этого актива. Поэтому, конечно, нужно, я бы хотел попросить, вот Татьяна написала. Я не знаю, если кто-то говорит, что значит не повезло в деканате, пусть Татьяна придет ко мне и скажет, кто я в деканате это сказал. Я не люблю хамство, я сам вежливый, интеллигентный человек и не люблю хамство, я расстаюсь. Что касается и второго, следующего вопроса, Борис, заочники, когда в деканаты тебя смотрят волком. Уважаемые наши ребята, этих деканатов с 1 июля больше нет. Вот за такое поведение эти факультеты заочников, да, расформированные, все заочники переданы в свои родные специальности, в родные факультеты. Экономист к экономистам, юристы к юристам, там будет зам декана по заочной форме обучения. Потому что, если люди не понимают, что наши студенты, их кормильцы, особенно заочники, и смотрят на них волком и не могут им рассказать, что, чего и когда, то эти люди не должны работать в нашем университете. Поэтому все заочники 1 июля уже документы передаются в факультеты по направлениям подготовки. Вот, ну, когда вернут заводами стартим правом Ирину Юрьевну, товарищ Бекову, коллеги, ну, это не к нам, это к правоохранительным органам вопрос про Ирину Юрьевну. Мы надеемся, что там все нормализуется, и она будет работать и дальше продолжать у нас в университете. Ну, по взяточникам я уже в начале пути ответил, да, что эта борьба будет не прекращаться, хотя она должна умереть в силу разделения двух бизнес-процессов. Так, в топ-100 поговорили. Военная кафедра, да, мы работаем, мы работаем, наши изделия Уран-9, вы можете увидеть даже на некоторых сайтах, ведущих российских сайтах. Мы участвовали, участвовали в армии 2015, готовили офицерские кадры по управлению, сопровождению, написанию программ. Это будет необходимо в самом ближайстве вооруженных сил Российской Федерации. Ни один вуз не готовит специалистов, офицеров по ведению боя боевыми роботами. Это предназначение будет лежать у Курского, у Юго-Западного госуниверситета. Ну, бальный рейтинг, с тем я тоже говорил, о том, что это возможно. Стажировку за границей мы отвечали. Поступить на точную можно. Мы не только можем, мы ждем прихода абитуриентов на заочную форму обучения и будем очень рады. По летнему отдыху. Вы знаете, я не готов, не то что не готов ответить. Мы продумываем это предложение коммерческого студента, чтобы он мог за деньги поехать с ребятами отдохнуть в лагерь отдыха, который мы проводим для бюджетных наших ребят. Дальше. Вот Украинская ярмарка. Максим посещал. Огромное спасибо Максиму, что он посещал. Мы выводим на рынок проекты. И выводим. Я привел примеры боевых роботов. Я приведу примеры еще экзоскелета, который нам предложили уже во Владимире внедрять в производство. Можно привести, что еще ряд разработок, которые, наверное, мы будем не только внедрять в производство, мы будем создавать малое инновационное предприятие, компании, которые будут заниматься этим. Либо разработчики сами создадут частную компанию и будут выпускать этот продукт, да, либо это будет малое инновационное предприятие Юго-Западного университета. Вот. Поэтому Элесоскутер у нас уже есть желающий даже из руководства нашего региона купить его. Поэтому я уже ребятам сделал предложение, чтобы открыть компанию, создать специальный стенд для сварки очень качественного и покрытия рамы очень качественного. и продавать его. Почему бы 60-70 километров в день со скоростью 60 километров в час не проехать? В принципе, город у нас не очень большой. Можно перемещаться очень спокойно. Вилку засунул, подзарядил электричеством, и все будет в порядке. Ну, это и есть ответ на следующий вопрос. Ага. Правильно, заведу космические специальности. Да, мы готовим ребят, и мы хотим, чтобы отряд космонавта пополнялся нашими выпускниками. Для этого есть все шансы. Только главное иметь очень хорошее здоровье. А кафедра — это конструирование технологий электронных вычислительных средств, которые занимаются космическими разработками. Разработка спутника, после выпуска которой может ехать в РКК «Энергия», в Роскосмос работать. И самое главное, их ребят ждут и с руками оторвут. Потому что, проходя там практику, ребята зарекомендовали себе очень хорошо. И будут… Работать, да. Да. Ну, вот и Гибербарей у нас Егор Сергеев написал. Ну, тут очень… Чем Палестина, очень много вопросов. Да, очень много. Да, в письменном виде, Егор, мы тебе обязательно ответим. О разработке ученых вузов мы уже поговорили. Да, 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 да. Ну, тут что-то есть. Ну, вот написано, студенты в ваш бассейн ходят бесплатно. Да, для студентов время определено бесплатно. Видимо, не все любят воду, да, не все ходят, да. Но и общежитий, ребята, вечером час отведено, каждый день для ребят. И с 12 до 3 ребята могут плавать, и мы проводим соревнования между факультетами, и это очень интересно, я сам лично был. Вы сами ходите? Иногда. Я по характеру лев, из кошачьей среды, а кошка умеет плавать, но не очень желает это делать. Нет, я же делаю это для наших людей. Я, может быть, не столь большой любитель плавать, чтобы наши сотрудники, наши ребята, студенты имели возможность да даже научиться плавать. Вот сейчас были именно соревнования, когда дети, которые ходят в школу плавания, соревнования проводили, это уже радует, что они уже умеют держаться на воде и плыть. Милости просим к ректору, если какие-то есть болезненные вопросы, которые надо решать, у меня дверь открыта, никогда не закрывается ни для студента, ни для профессора. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok